Духа, пресса ученица, лукавого дьявола, им жду, взяв главу предтечего. Этим праздником обличаются прежде всего сатанизм, предательство, разврат, похоть, блуд, клятва преступлений во всех своих видах и ответвлениях и даже мнимая праведность, мнимая соблюдение клятвы. Иногда лучше нарушить клятву и поступить, как Бог велит, и растоптать данную клятву, чтобы сохранить душу, чего не сделал Ирод. Бог простит, если нарушил такую гадкую клятву, и не простит, если ее исполнил. Вот и все. Нельзя давать слово любовнице. Нельзя обещать и клятся грешить. И в этот праздник превозносятся и поминаются перед Богом все, кто не переступил союз любви и верности, правды и добра и отдал за это свою душу. Вспоминаются воины с 18-го столетия в Русской Церкви современной императрице Елизаветы Петровны с 7-летней войны с Пруссией становлены обычаи вспоминать воинов падших, 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 падших. За веру в Отечество и другие свои. И мы молимся предтечи, чтобы укрепил всех исполняющих свой долг до конца. Начиная от воинов сопротив нацистов, украинских, радующих, кончая нами самими. Предтеча только исполнил повеленное Ему и остался в пределах своего долга и призвания. Как мы слышим в Евангелии, Ему подобает расти, мне же молитесь. На кого увидишь исходящего дяка голубя, Духа Святого, то и есть Христиан Духом Святым и Огнем. «Ты ли и Сегриды, или и новый чай?» – смиренно спрашивал он через своих учеников, не желая нигде и никак переступить из известного ему данного ему чина. Друг женихов – радоваться, слышать глаз жениха и не искать большего. А как искать большего, когда больше этого нет ничего? И у него мы, братья и сестры, черпаем у предтечи веру и надежду и любовь ко Христу, который всех, кто не вышел из своего чина, переполнит меры, потрясенную, нагнетенную и, как сказано в Евангелии, «отсыплется вам лона ваша». Мы должны молиться Ему, чтобы научил нас ненавидеть всякую жадность, причем жадность духовную, жадность всякого самоутверждения духовного. Прежде всего, жажда, переживания, утешения и так далее духовных. Ничего этого предтечи нет. Его утешением было исполнить волю пославшего Его. Вся эта радость Моя исполнилась. И мы не должны искать других утешений, как только соблюсти совесть чистой перед Богом, соблюсти заповедь. Чему учат предтечи? Тому, чтобы предоставить Господу Богу. О нас – попечение, награду, утешение – все это у Него. А нам нечего об этом думать. Ведь, как бывает, мы горюем и тоскуем, и, так сказать, нервничаем, сталкиваясь с тем, что мы не понимаем, что Бог уготовил нам. Мы не понимаем судеб Божьих. Не вмещаем их. Они сокрыты от нас. Мы недоумеваем, тревожимся, метемся. Не знаем, каково там о том свете, что уготовил Бог любящим Его. И хотим как бы подстелить соломки, хотим как бы предварить своими суетными действиями духовную жизнь. Чтобы нам приоткрылось окошко оттуда. Чтобы Господь открыл нам то-то и то-то. Это все неправильно. Святые нас учат совершенно обратно. Смирение. Какое смирение? Величайшее. Он совершенно не заботится о себе предтече. Совершенно не заботится, в отличие от многих из нас, от нас грешных, от меня грешных. Совершенно не заботится о своем, так сказать, духовном портрете. Он совершенно на себе поставил крест. Ему не важно, что о нем думают. Ему не важно, что с ним будет. Он готов пойти в ад ради Христа и идет туда. О, какая высота, Боже мой! Вот этому надо учиться и надо успеть научиться этому. А не суетиться и пытаться что-то такое на себя примерить. Я сегодня видел одно видео, которое меня потрясло, снятое с украинского трона, где наш боец лежит в окопе раненым. Правая рука у него обездвижена, на ней наложен жгут. Видимо, сам на себя наложил. И он видит, что над ним висит этот глаз противника. И он, видя, что будет, поднимает левую руку и ею себя правильно осеняет крестом. На этом видео заканчивается. То есть, с этого дрона сброшена граната. И боюсь, погиб. И, конечно, он с Притечи. Он с Господом. Он в раю. Он в Царстве Небесном. И, конечно, нет ничего выше этого. Перед лицом неминуемой смерти спокойно осенит себя крестом, левой рукой, когда правой, уже уничтожен. Ничего выше этого нет. Ему все грехи прощены. За этот крест. А мы суетимся. И думаем, что можно ко всему, что дает Господь Бог, еще от Себя некий довесок приложить. А это не так. Мы не можем к своему возрасту приложить ни единого локтя, как сказано в Евангелии. Мы не можем сделать себя ни духовным, ни благодатным, ни умнее, ни добрее. Мы только должны молиться, чтобы Господь дал нам верность Ему до смерти. Аминь.